Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Участливый совет, второй вопрос, и один из вопросов, это обеспечение льготными лекарствами, в частности, Смоленского области. Плановое оперативное совещание у главы города. Ура! Мы победители! Слёт дружины гагаринца во второй школе. Несколько десятков лет назад на берег реки Десна пришли энтузиазмы. В Десногорске отметили день освобождения Смоленщины. Вклад Росатома в освоение Арктики. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 27 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. Эта дата была учреждена в 2004 году по инициативе ряда российских педагогических изданий. На данный момент в дошкольных образовательных учреждениях Десногорска трудится более 640 профессионалов своего дела. И сегодня они принимали заслуженные поздравления и цветы от коллег, детей и родителей. Во вторник глава города Андрей Шубин встретился с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города на плановом оперативном совещании. На заседании председатель комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу доложила, что с 27 сентября во всех детских садах Десногорска будет включено отопление. Теплосети города готовы к зимнему периоду. Ведутся работы по ремонту и утеплению многоквартирных домов. Ведем работу по утеплению контура на квартирных домах. И ряд домов у нас выполняется текущий ремонт в подъездах. Значит, все эти города к отопительному сезону подготовлены, поэтому никаких проблем с подключением объектов нет. Наш город молодой и спортивный. Десногорцы принимают активное участие в соревнованиях. В этот раз наши дзюдоисты добавили в копилку области еще одну победу. 22-24 сентября в Смоленске прошло первенство ЦФЛУ России под дзюдо среди молодежи до 18 лет. В Смоленскую область представляли спортсмены из Десногорска. Наш спортсмен Галачев Денис из третьей школы, единственный со Смоленской области, занял третье место. В образовательных учреждениях продолжается работа по проекту «Слава Созидателям». Ученица второй школы Ульяна Пасынкова стала победителем всероссийского конкурса «Наследники Гагарина». За свои награды школьница отправится в Министерство науки в Москву. Десногорская семья Голубевых стала лучшей в области. С 1 октября в нашем городе начинается осенняя призывная кампания. На службу в ряды российской армии из Десногорска отправятся 86 юношей. В Десногорске продолжаются работы по обновлению дорожной сети. По словам начальника отдела строительства и ремонта Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Десногорска, в программу текущего ремонта включено более 20 дорог общегородского пользования, дворовых территорий внутри микрорайонов, а также дорога в Кукуевке, 1, 2 и 3 поле. Большая часть дорог по контракту 2017 года уже отремонтирована. Менее месяца назад в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано более 85 тысяч смолян, из которых 30 тысяч – дети. Всего планируется привить от гриппа 382 тысячи человек. В настоящее время первая партия вакцины против гриппа поступила во все государственные медицинские учреждения. Обеспечена поставка 50% инъекций. Следующую партию ожидают не позднее 15 октября. Планируется, что прививочная кампания завершится в конце ноября. 25 сентября во второй школе нашего города состоялся слет дружины детской школьной общественной организации «Гагаринцы». Чему он был посвящен и что там происходило, смотрите в нашем сюжете. В этот раз мероприятие, приуроченное ко дню освобождения Смоленщины, было организовано как краеведческий турнир «Ты – частица родимой Смоленщины». В нем приняли участие три команды четвертых классов по пять человек в каждой. Состоял турнир из шести этапов. Визитная карточка, в которой команды должны были представить свое название, девиз и эмблему. Конкурс «Домашнее задание», где ребята заранее готовили презентацию «Ими славится Россия» о известных людях области. Видеосалон. Здесь участники должны были назвать памятники, которые им показывали, где они расположены и кому посвящены. Конкурс «Кто я?». В нем учащимся зачитывались отрывки из биографии знаменитых людей области, а они должны были определить, о ком идет речь. Викторина – край родной, навек любимый, в которой мальчишки и девчонки тянули билеты с вопросами о природе, культуре и истории родного края. В этом этапе были вопросы, которые поставили ребят в тупик, но они все-таки смогли найти ответы и выступить достойно. И последний конкурс «Собери картинку». Нужно было собрать из кусочков изображение достопримечательности и назвать ее. Побеждал тот, кто сделает это первым. Болельщики поддерживали команды дружными криками и шквалом аплодисментов. Чтобы командам было легче справляться с конкурсными заданиями, им на помощь пришли ученики третьих классов. Они приготовили презентации о достопримечательностях и известных людях Смоленщины. А участникам оставалось только внимательно их слушать и запоминать, что они с успехом и воплотили. Все конкурсы краеведческого турнира оценивались по пятибалльной системе. Участники очень старались, но, к сожалению, в любом конкурсе победитель может быть только один. Им стала команда четвертого В-класса «Смоляне». Ура! Мы победители! Нам задали вопросы, мы каждый дома свой вопрос подготовили. Мы пришли и репетировали в классе. Все участники и победители турнира получили памятные призы и грамоты. К слету дружины ученики первых-вторых классов подготовили выставку конкурс рисунков и поделок на патриотическую тематику. Им также были вручены грамоты. Полиция региона продолжает борьбу с административными правонарушениями. За минувшую неделю в регионе сотрудниками полиции в ходе профилактических рейдов пресечено 489 правонарушений. Все они связаны с распятием алкогольной продукции в общественных местах. Запотребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей. 25 сентября десногорцы отметили 74-ю годовщину освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На площади возле летней городской эстрады прошли праздничные мероприятия. Подробности далее. Начался праздник в 6 часов вечера, когда десногорцы вышли на прогулку после трудового дня. На сцене с концертной программой «Родная сердцу Смоленская земля» выступили творческие коллективы городского центра досуга. Свои лучшие патриотические номера представили сударушки Ивушка, ансамбль казачьей песни «Вольная станица» и вокальный детский коллектив «Калибри». Все когда-то закончится и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Также в этот вечер на площади школьники и волонтеры из Десногорского молодежного центра провели акции «Знаешь ли ты Смоленщину?» Слава Созидателям и напиши поздравления из Смоленщины. Цель нашей акции сегодня вручить такие буклетики, в которых рассказана история Смоленской области с 1927 года. Вот вы видите здесь старая наша Смоленская губерния, 10 городов, которые не уходили. И, конечно же, внутри мы буклета очень трепетно и с любовью написали нашим дорогим смолянам стихотворение и историю создания Смоленской области. Хорошо, что мы живем где, дети? Три-четыре. В Смоленской области. Конечно же, сегодня день, 25 сентября, день освобождения Смоленщины. Вот такой вот подарок от первой школы. И внутри нашего буклета, конечно, то, без чего мы не вышлим в городе Стагурск, это наша Смоленская атомная станция. Вот так ярко и зажигательно отметили десногорцы праздник вечером. А 29 сентября в городском центре «Досуга» состоится 4-й городской фестиваль творчества пожилых людей «Душою вечно молодые». Посетить мероприятие могут все желающие начала 18.00. И в это же время, 29 сентября, в Нейтрино состоится концерт, посвященный Дню атомной энергетики и промышленности. Мы в единой команде на шаг впереди. В концерте принимают участие творческие коллективы профсоюзной организации Смоленской АЭС. Вход свободный. Немного о спорте. Сборная Смоленской области выиграла первенство России по летнему биатлону. Соревнования среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения прошли в Саранске. В командном зачете победителем стала сборная Смоленской области. И в завершении выпуска новости Росатома. В Санкт-Петербурге спустили на воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь». Самый крупный и самый мощный в мире атомный гигант способен ломать трехметровые льды и обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Символическое перерезание красной ленточки, роль которой выполняет железная балка и самый большой в мире атомный ледокол, отправляется в свое первое плавание. Спуск на воду Сибири первого серийного атомохода третьего поколения не только торжественное событие для корабля и его создателей. Это шаг к реализации колоссальных планов России по освоению Арктики. Атомному ледокольному флоту и госкорпорации «Росатом» отводится в этом действии одна из главных ролей. «Росатом» уже имеет стратегическую линию развития целого ряда компетенций, направленных на серьезное укрепление транспортной и энергетической инфраструктуры арктических территорий. В прошлом году благодаря Атомфлоту по Северному морскому пути было перевезено 7 миллионов тонн различных грузов. Три новых строящихся ледокола – Арктика, Сибирь и Урал – позволят превзойти это достижение. Эти корабли за счет большей ширины и более мощной реакторной установки будут способны проводить через льды современные арктические танкеры-газовозы с грузоподъемностью более 100 тысяч тонн, тем самым оказывая неоценимую помощь в новых проектах подобычи углеводородов на Ямальском и Гданском полуострове. Мы специально свою работу синхронизируем с развитием этих проектов. И поэтому, когда через два года вы увидите, что в Арктике уже за 30 миллионов тонн грузопоток, а еще через лет 10-15 будет за 50, а то и 60 миллионов тонн, то вот удивительного нет. Не менее важный проект «Росатом» осуществляет в городе Пивек на Чукотке. Здесь готовятся к уникальной процедуре – швартовке первой в мире плавучей атомной станции. Она должна будет обеспечить регион электрической и тепловой энергией. Нет никаких сомнений, что в тех условиях, в которых он будет работать, наша установка и наше судно в целом поведет себя должным образом. Сегодня специалисты «Росатома» работают над целым рядом проектов в области транспорта, энергообеспечения, добычи полезных ископаемых и экологии в Арктическом регионе, создавая условия для его экономически эффективного и безопасного освоения. На этом наш выпуск завершен. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnat.fistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова